Всем привет! Сегодня буду снимать я первую часть заказа в Поверлик по каталогу 12. Вот так выглядел каталог. Почему говорю первую часть? Потому что был очень маленький заказик, практически все вы видите. Последнее время у меня практикуется такое, что часть заказа у меня забирают прямо в агентском пункте клиенты, и мне вам практически нечего показать. Но есть такие клиенты, которые хотят быстрее и быстрее получить. И вот, например, на первой неделе был вот этот заказ плюс парфюмерная водичка Аора. А сегодня уже в понедельник буду заказывать по этому же каталогу еще один заказ. Тоже он будет небольшой. Я его соединю в одно видео с этим. Ну, давайте начнем. Это много болтаю. Первое, что заказали у меня, это отбеливатель новинка. Весь он просыпанный. Вот не знает тот, не знает этот. Весь заказ у меня в порошке в этом. Кислородный экстраокси для ослепительно белых вещей. Я похвалила вот этот пятновыводитель, и моя клиентка решила заказать вот такой отбеливатель именно для белых вещей. Потому что уже совсем-совсем скоро, первое сентября, начнутся школьные деньки и белые рубашечки в школу. В общем, она решила вот таким средством. Ну и, собственно, с чего... Вот, наверное, этот просыпался. Вот, если вы видите, весь в порошке. Вот у меня постоянно с фаберликом что-то с упаковками. Этот пятновыводитель мне приходил по стартовой программе. Там, за 50 рублей получался. Он у меня очень впечатлил. У него объемчик 500 грамм. Как и в этом, собственно. Это просто новинка для белого, а это для всех видов ткани. Так, внутри у него мерная ложечка. Да, есть, я уже думала, нет. Вот. Мерная ложечка. Он, кстати, не ядреного аромата. Что мне понравилось, я добавляю такой пол-ложечки, либо ложечку в каждую стирку. Вот здесь вот написано шкала мерная. 40 грамм, 20 грамм в каждую стирку. Потому что, знаете, с маленьким ребенком никогда не знаешь, где пятна. Может что-то проглядеть. Чистку ковров не пробовала, но в стирку мне очень понравился. Один такой уже буду показывать в пустышках. И поэтому заказала еще один. Вот. Далее, карандаш пятновыводитель универсальный. Тоже с этой клиентки. Потому что так же я его похвалила. Ее я открывать не буду. Сейчас вам покажу свой. Потому что у меня такой же аналогичный. 35 грамм в нем. Сейчас я вам его покажу. Так, мой. Я уже своим, естественно, пользовалась. Поэтому я и рекомендовала. Выглядит он внутри вот так. То есть отрываешь эту часть бумажечки. И, в общем, вот этим вот местом смоченную ткань натираешь. Оставляешь на какое-то время. И действительно отходят все пятна. Мне очень он понравился. Даже у меня у ребенка были там от ягод пятнышки. В общем, все отошло. Я его всем рекомендую. Поэтому у меня вот и клиентка и заказала. Ну и, конечно, мы с мамой, как всегда, заказываем по 150 рублей. Вот такие миниатюрочки. По бонусу они 149 рублей. Мама заказала Дона Феличи. Я открывать ее не буду. Потому что, может, она в заказ. И я вам покажу такую полноразмерку. Тут у нас 15 миллилитров. А полноразмерка у них 50. Но выглядит она так малюсикой. Такой. Скажу вам полноразмерку. Расскажу про этот аромат. Это древесно-цитрусовый аромат. Бергамот, мандарин, сладкий лимон, зеленые листья, свежие зелень, ветивер, тиковое дерево и амброво-мускусный аккорд. Извиняюсь. Вот так выглядит полноразмерка. Мне она пришла также по стартовой программе. По очень вкусной, выгодной цене. Я, когда снимала заказ, вот когда она пришла, я нанесла ее, прямо пока снимала, и такими мандаринчиками сладкими пахнет. Я думаю, все, я прямо на лето хочу им уже пользоваться. Тем более, в комплект к ней шел гель для душа. Но, поносив час, наверное, в районе часа его на себе этот аромат, у него действительно амброво-мускусный аккорд, который для лета для меня тяжеловат. И я его оставила на осень, и даже, может быть, зиму. Вот, поэтому, вот, ну, пока поставлю здесь, да, чтобы было, как бы... Вот, а себе я заказала инкогнито миниатюрку. У меня уже много всяких миниатюрок. Я ищу ароматы, которые можно повторить. 15 мл. Про инкогнито читала хорошие отзывы. Свой-то я уже открыла и нанесла на себя, чтобы вам рассказать свои впечатления. Выглядят все миниатюрки вот таким образом. Они все одинаковые, с разными просто тут названиями, да, ароматами. И единственный минус у них вот так вот легко снимается крышка. То есть, вынимаешь, если за крышку из коробки крышка снимается, а аромат остается. Вот это вот, конечно, такой минус небольшой. Я всегда боюсь, что у меня в сумке раскроется аромат. Я его нанесла на себя буквально 5 минут назад. И пока мне все в нем нравится. Цветочный, фруктовый, пряный аромат. Вот действительно и цветочный, и фруктовый, и пряность в нем присутствуют. Начальные ноты. Это клементин, что ли, что-то, да. Айва, яблоко. Сердце аромат. Это роза, жимолость, персиковый цвет. И амбра, мускусный шлейф. Да, на самом деле, прям все это чувствуется в нем. И я бы его носила даже прохладными вечерами летними. Не зря я его заказала. Очень понравился. И я думаю, возможно, он станет одним из любимчиков. Ну и, конечно, как всегда, я заказала следующий уже каталог. Вот, еще не листала, посмотрю. Если кому интересно, мы обязательно вместе полистаем с вами. Вот, это первая часть. И через недельку запишу вам второй. То есть вы увидите уже, наверное, числа. Так, сегодня у нас какое? 15-е? Ну, сегодня. Сегодня 14-е. Так, 15-е. Ну, где-то 18-го августа. Ну, и продолжаю. Вторую часть своего заказа по 12-му каталогу Фаберлик. Первое, что покажу, это кондиционер-бальзам для белья с ухаживающими добавками. У меня был такой прям полноразмерка, как вот этот. Он у нас идет в объеме 500 мл. Очень мне понравился. Он не оставляет запаха на уже высохшем белье. И подходит 0+. Белье мягкое. Мне понравилось оно как бы на ощупь и как гладится. Поэтому повторила. И миниатюрка у меня еще была. И повторила с большим удовольствием. Так как, когда ребенок в доме, хочется, чтобы 0+. Далее я продолжаю тестировать серию счастливые моменты. Это 2 в 1. Гель для душа и пен для ванны. Розовые грезы на этот раз взяла. Прошлый раз у меня был морской релакс. Так, 250 мл. Вот морской релакс мне больше понравился как пен для ванны. И здесь такой, да, какой-то цветочный аромат. Но попробую в использовании в пустышках расскажу. Тут у нас индийские розы. Да, ну вот чувствуется что-то цветочное такое. И, ой, я вас немножко пошатнула. И решила я вот эту серию попробовать. Я заказывала как-то балийскую дилю. По-моему, он притерным кокосом. И я не пользовалась, сама подарила. На этот раз любовное цветение заказала. Цветок сакура, японская слива. Объемчик здесь уже 310 мл. И он мне показался таким посредственным по аромату. Знаете, как чистящие средства, моющие средства для посуды. Ну, вот что-то такое. Не знаю, как будет, может раскроется еще в использовании. Попробую, конечно, и как гель для душа, и как пену для ванны. И, конечно, я к нему заказала вот такое мыльце. Из бьюти-кафе серии «Мне не нравится мыло от Фаберлик». Я решила вот эту серию попробовать. Может быть, вот эти мне больше понравятся. Они чуть побольше, 70 грамм в них. Но я надеюсь, что ароматные они будут. А то бьюти-кафе в упаковке пахнут, а при использовании нет аромата у них. И у меня знакомая, я же теперь всех своих клиентов от Эйвен еще знакомлю с Фаберлик. И у меня у самой есть вот такая вот миниатюрка «Променад». Никак не наведет. Вот. Я обязательно в ближайшее время сниму видео об ароматах Фаберлик. Здесь всего у нас 15 миллилитров. Но для того, чтобы познакомиться с ароматом, поносить его на себе какое-то время, я считаю, что вот эти 15-миллилитровые миниатюрки, да что такое? Ну, нападись. Они лучше, чем пробнички. Вот, 15 миллилитров. Такой летний, приятный аромат, доставать не буду, не мое. Свежий цветочно-цитрусовый аромат с аккордом морского бриза. Цветочные ноты и мускусный шлейф. На данный момент я таким пользуюсь. Он у меня в паре с гелем для душа. Очень мне нравится. На лето такой, ну, не на какие там, естественно, события, а просто, как ежедневные, очень даже ничего. И второй аромат я заказывала такой в прошлом заказе себе, инкогнито. Он мне очень понравился. И я в этот раз маме заказала, потому что хочу, чтобы она тоже его потестировала. Также 15 миллилитров. И вот так вот они выглядят. Я принесла свой, чтобы не открывать их в лакончике. Они вот такие все одинаковые, только названия у них разные. Инкогнито это уже цветочно-фруктово-пряный аромат. Он действительно такой с пряным шлейфом, с мускусным клемантин, айва, яблоко, роза, жимолость, персиковый цвет и амбра, мускусный шлейф. Поэтому я для себя этот ароматик оставила на уже осень. Даже вот на такую, на теплую. Вот. Ну, вот такие два заказа, которые я вам показывала в начале. И вот этот, это у меня по 12 каталогу. Наверное, уже по 12 больше не будет. Был у меня заказ клиента еще. Тут был кондиционер только с другим ароматиком. Но все это я уже отдаю прямо в агентском пункте. Поэтому у меня остается практически только мой заказ. Мой заказ мамин там и вот тем, кому я повезу. Спасибо всем огромное за внимание. Всем пока-пока. До встречи в новых видео.